Косметичка из облака 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 фетра вырезаем три формы облака по шаблону. К первому облаку приклеиваю милую мордашку из фетра, глазки, ротики, розовые щечки. Два других облачка приклеиваем с двух сторон к косметичке. Склеиваем края таким образом, чтобы молния косметички осталась свободной. Сверху приклеиваем облако с мордашкой. Оставляем отверстие с одной стороны и наполняем облако синтепоном. Заклеиваем отверстие. В такой косметичке нужно носить самую воздушную косметику. Прямо из косметического облака вырастает радуга из кисточек. Палочку термоклея сгибаем в дугу, грунтуем белой акриловой краской и окрашиваем ярким акрилом. С одной стороны приклеиваем металлическое основание от поломанной макияжной кисти. Делаем семь разных кисточек всех цветов радуги. Лейла Пинки не может нарадоваться. Это самые необычные кисти за всю ее карьеру. Ими точно получится сделать фантастический макияж. Можно приступать к нанесению красоты. Но это еще не все сюрпризы. В облачной косметичке прячутся самые радужные и сладкие... Нет, не маффины, а настоящие тени. На крышку маленькой круглой баночки выдавливаем термоклей. Формируем кремовую верхушку на кексе. Покрываем термоклеем нижнюю часть. Горячим носиком термопистолета разравниваем клей. И продавливаем борозды, имитируя фактуру кекса. Застывший клей грунтуем и окрашиваем акриловыми красками. На верхушку кекса приклеиваем вишенку из воздушного пластилина. Внутрь сладкого контейнера насыпаем разбитые тени. Утрамбовываем ватной палочкой. Делаем косметический набор из кексов разных цветов. Лейла Пинки выкладывает на стол всю коллекцию сладких кексов. Накрасим единорожки волшебные глазки. В этих маффинах начинка из ярких теней. Мы попробуем все вкусы. Теперь у единорожки выразительный взгляд сладкоежки. Осталось подвести румяные щечки и можно отправляться на фотосессию. Для радужной фотосессии очень подойдет волшебный парк с яркими осенними листьями. Единорожка идеальная модель. Ее яркий взгляд затмевает солнце, а природа только подчеркивает ее красоту. На восьмидесятом кадре Лейла Пинки понимает, что единорожки явно чего-то не хватает. Конечно, ведь мы забыли накрасить губы. Но визажист всегда готов к форс-мажорам. На всякий случай она припрятала карандаш для губ. Оттенок выбран специально для единорога. Из фоамирана вырезаем форму лошадиной головы. Обводим шаблон на косметическом спонже и вырезаем. Склеиваем фоамиран и спонж. Приклеиваем глазки. Маркером рисуем ноздри. На карандаш для губ с помощью двустороннего скотча приклеиваем радужную прядь искусственных волос. Обрезаем лишнее. Имитируем гриву. Обматываем карандаш атласной лентой. На колпачок приклеиваем голову единорога. Из воздушного пластилина радужных цветов скатываем тонкий жгут. Обматываем колпачок карандаша по спирали. Делаем рог единорога. Лейла Пинки быстро подправляет макияж. Она подводит губы волшебным карандашом для единорога. Вот так уж лучше. Единорожка надеется найти в листьях еще что-нибудь красивое. Но похоже здесь остался только дух природы. Значит можно отправляться гулять? Не так быстро, мой радужный друг. Лейла Пинки еще не использовала волшебную помаду. С помощью зубочистки придаем помаде остроконечную форму. Процарапываем спираль. Края сглаживаем. Теперь помада похожа на рог единорога. Тюбик грунтуем белой краской. И покрываем белым перламутровым акрилом. Сверху приклеиваем декоративные звездочки радужных цветов. Эта помада Unicorn Edition очень редкая. Ее можно купить только в волшебном магазине, ведь оттенок и форма разработаны специально для единорогов. Единорожка очень довольна своим новым макияжем. К ней вновь вернулась радость жизни. Она счастлива и отдыхает прямо на ковре из листьев. Какой прекрасный день. В знак благодарности и дружбы она дарит Лейле Пинки красивый обруч единорога. А у звериного визажиста тоже есть для единорожки подарок. Радужный бальзам для губ. Пустой корпус от ЭОСа чистим. Кокосовое масло и пчелиный воск растапливаем в микроволновке. Смешиваем их вместе и делим на 6 частей. В каждую часть добавляем свой радужный пищевой краситель. Заливаем бальзам в крышечку ЭОСа цветными слоями. Каждому слою даем застыть. На бальзаме делаем засечки, чтобы слои лучше соединялись. Закручиваем решетку ЭОСа. Последним вливаем фиолетовый слой. Ждем пока застынет. Закрываем ЭОС и переворачиваем. Лейла Пинки дарит необыкновенный ЭОС фантастическому зверьку. Единорожка счастлива. Теперь у нее есть новая косметика и новая подружка, которая обязательно научит ее своему коронному танцу. Лейла Пинки готовит новую маску для лица. Черную и полезную. Стоп, стоп, стоп. У единорожки аллергия на черный цвет. Она ни за что не подпустит его к своему личику и уговаривать ее бесполезно. Тогда косметолог идет на хитрость. Она скроет черную маску под цветными патчами для глаз. Высохшие патчи под глаза обводим на мягком фетре. Вырезаем. Маркерами для ткани рисуем на фетровых патчах радугу. В форму от патчей накладываем косметическую глину. Выравниваем слой. Сверху накрываем радужным фетром. Эти патчи похожи на радугу, и поэтому единорожка их совсем не боится. Она спокойно приклеила их на кожу под глазами. Уловка Лейлы Пинки сработала. Определим цветотип кожи единорога. Похоже, это карамель со сливками. У Лейлы Пинки есть подходящее средство. Это радужный скраб для лица. В морскую соль для ванны трех разных цветов добавляем жидкое прозрачное косметическое мыло. Перемешиваем. Выкладываем слоями в прозрачную баночку. Крышку украшаем фигуркой единорога. Баночку обвязываем яркими лентами контрастных тонов. Единорожке нравится это средство. Скраб очень приятно пахнет. Кожа единорожки должна сиять как новенькая. А баночка скраба понравится всем сказочным созданием. Понравилась наша косметика для единорога? Тогда пиши в комментариях, какое волшебное средство выберешь ты, чтобы сделать фантастический макияж, как у единорожки. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи необыкновенной косметики на канале Трум Трум.